Ну, вы знаете, что будет с евро, с рублем или с долларом, это вопрос точно не ко мне. Но почувствовала ли я скачок? Конечно, почувствовала. Тем более, не так давно я приобрела мечту своей жизни. Это, в общем-то, большое имущество, это мой дом, особняк в Подмосковье. И, конечно, сказалось все и на цене, и мебель, и всего оснащения, которое необходимо было по дому. Я, поскольку все выбирала и выбираю до сих пор сама, и, конечно, почувствовала. То есть даже цены, вплоть до люстры, лампочки, какие-то элементарные моменты для дома, хозяйственные товары. Все это после Нового года реально даже выросло в цене. То есть, конечно, не почувствовать нельзя. Но, вы знаете, даже в такие времена, надо прежде всего не потерять себя, не потерять дружбу, не перестать общаться, дружить с людьми, общаться с теми, с кем мы общались. Потому что есть, на мой взгляд, две такие очень важные составляющие жизни, которые не продаются, не покупаются за деньги. Это любовь и человеческие отношения. Это то, что действительно ценно, важно, и вот то, что необходимо сохранить, если это есть, или приобрести. Ведь сегодня в жизни, согласитесь, не так часто можно встретить людей, с которыми мы общаемся просто так, и которые общаются с нами не потому, что им что-то надо, там, деньги, возможности, связи, известность, а просто как люди. Я очень люблю бывать в простых городах, и как раз вот с моими благотворительными концертами, даже вот скажу, в прошлом году у меня было 40 благотворительных концертов за весь год. Я приезжала в самые маленькие городки, вообще даже в какие-то селения. Я приходила домой к простым людям, которые настолько душевны, что, поверьте, мне со многими из них было приятнее общаться, чем с людьми в дорогих ресторанах, имеющих всё. И ведь зачастую я тоже знаю людей, у которых очень большое количество денег, у которых очень большое количество возможностей, но это несчастные люди, у которых нет любви, которые не нашли вот той гармонии душевной, которая необходима, без которой невозможна сама жизнь.